В конце декабря 2018 года я сделала расклад, прогноз, предсказание о том, что землю нашу будут очищать холодом. И совсем не о том, конечно, я говорила, что якобы нас ожидает потепление, а именно морозы. Именно морозами будут уничтожать землю. Это, да, это небеса, так мне подсказали, и поэтому я вам об этом сказала. Мороз воевода дозором обходит владения свои. Именно так мы сегодня начинаем свой день. И я в 2018 году рассказала как раз вам, дорогие мои слушатели, о том, что это будет. Будет использоваться оружие, специальное оружие для мгновенного похолодания. То есть это будет точечно и мгновенно замораживаться будет. Уже используют это и уже использовали в Алматинской области. Собаки, алабай, и вообще собаки замерзли. Причем видно было, что их специально посадили или поставили так люди. А потом раз и резкий мороз, который просто мгновенно заставил застыть кровь в жилых животных. Даже крысу посадили на загривок другой собаки. Якобы они приготовились к бою. Это, конечно, насмешка над животными. Насмешка противная. Знаете, вот это из разряда шариковских насмешек над самими собой, над теми, кто рядом с нами. Я покажу, может, ряд фотографий. Просто стоят животные, но они не просто стоят. Они застыли. А нам рассказывали, помните, о том, как мамонты мгновенно в Якутии заморозились. Причем в 43-м году мамонты еще гуляли по Якутии, но потом их также заморозили. И они у нас не какое-то там тысячелетиями лежат в этих льдах. Это недавно замороженные мамонты. Тоже избавление от части нашего животного мира. И тоже было применено такое же оружие, геооружие, которое разрушило тот мир, который был на земле. Мгновенно земли превратились в лед. До этого они не были такими. Вы думаете, всегда Якутия такая была холодная? Нет, друзья. А теперь у нас Казахстан. Над Казахстаном проводят эксперименты для того, чтобы потом эти эксперименты разместить во все другие города. И следом за ними это будут, друзья, конечно, Соединенные Штаты. Казахстан, Соединенные Штаты. Вы видите, друзья, я вот говорю в маске. Вы чувствуете, что не чистый звук. А как же можно в масках разговаривать? Я ничего не понимаю, друзья. Как вообще можно в масках говорить? Ведь тебя не слышат, не понимают. Итак, Мороз своего дозором пришел в Казахстан. И Казахстан, это страшное дело, друзья. То, что показали в Казахстане, это Алматинская область, сняли на видео собак, превратившихся в ледяные статуи. Это да, это статуи. Помните в Библии, как сказали? А глянешься назад? Ты иди, иди вперед со своей семьей. А глянешься назад, превратишься в статую. Ну вот все точно так же и здесь. Это все оружие, друзья. Это не божественный промысел. Это оружие, которое применяется к людям, которое применяется к собакам. На Казахстане показали пример. Кому-то, кого-то пугали, что если сейчас вы не сделаете то-то и то-то для нас, то вот так, как в Казахстане мы сделаем с вашим, ну допустим, с Техасом, да? Можем сделать так же и с другой областью. Мгновенное точечное воздействие оружия. Да, в течение нескольких часов буквально это будет сделано, совершено преступление, и люди замерзнут в своих домах. Полопаются так же трубы. Поэтому вот здесь пока только показали, нам всем показали, как это все происходит. Но показали ведь кому-то, кто там, на небесах небожители, делят власть. Между собой, друзья, делят власть. Некоторые люди, друзья, просят, чтобы возбудили уголовное дело над теми, кто издевался так над собаками. Это издевательство. Собака – такое же живое существо, как и вы. Она также имеет право на жизнь. Но собаки полностью зависят от человека. Издеваться так над животным миром – это жучайшее явление нашей с вами жизни. Просим полицию привлечь к ответственности совершивших это. Подписана публикация издевательства над животными. Так замерзнуть животное в наших условиях не может. Не может. При обычных морозах животное так не замерзает. Когда животное замерзает, оно сворачивается клубочком. Я жила на Чукотке. Я знаю, как собаки ведут себя в холода, в холодное время. А что касается здесь, данных, фотографий, которые я вам представила, друзья, это произошло в ночь с 8 на 9 января в Алма-Атинской области. Был сильный мороз. Но он не просто был сильный мороз. Этот мороз был целенаправленно точечный, направленный только в определенные места. Для того, чтобы кому-то с кем-то поспорить. В данный момент такой факт не зарегистрирован. От жителей такого сообщения не поступало. Если появится информация, то правоохранительные органы выйдут на место и проведут проверку. Сообщили в пресс-службе Акимата Толгарского района Алма-Атинской области. Вот так, друзья. Но если не поступало никаких заявлений, с одной стороны, а с другой стороны, публикация была, где написано, просим привлечь к ответственности совершивших это. Это все скрывающиеся факты, друзья. Если нужно скрыть факт применения такого оружия, то его скроют. На сегодняшний день этот факт сокрыт, да, друзья. Страшное дело, что творят сегодня с нами на Земле. к заморозке приготовили часть планеты. Не всю. О, мы сейчас находимся в Алматы. Тавақса коз. Түндег оязды. О, екет. 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 Европа тоже попадет под хлыст снежной королевы, которая проедется по Европе, может быть, ненадолго. Меняются полюса, северные, южные полюса меняются, но меняются они руками людей. Не верится вам, что Северный Ледовитый океан, Северный полюс мог возник только руками людей? Вам не верится. Я считаю, что Северный полюс – это и есть Атлантида, та самая, которую якобы все ищут, это и есть та самая земля Санникова. Землю Санникова, что искал Санников? Он искал Атлантиду, и он знал, где она находится, потому что тогда, на тот момент, это только-только произошло, не так давно, как и Арктика, друзья. Вы же знаете, что карты Арктики еще недавно были с землями, а потом вдруг раз в наше время, и они стали ледяными шапками. Это недавно произошло. Это произошло в начале 20 века, друзья, потому что еще в 19 веке и Северный полюс, и Южный полюс, они не были покрыты льдами. Они покрылись льдами в результате применения оружия. Значит, для чего-то нужно постоянно менять дислокацию полюсов ледяных шапок. Меняю дислокацию, и Атлантиду, которая была, как нам рассказывают, цветущая Атлантида с супер-всякими технологиями, она покрылась шапкой льда. То есть мгновенное замораживание было континента. Сейчас континент оттаял. Сейчас он уже не представляет из себя шапку ледяную. Но опять-таки нам это не показывают. Точно так же начала оттаивать и Арктика. Все постепенно, и все так быстро происходит на самом деле. Так что мы ждем теперь изменения полюсов. Может быть, друзья, Европа станет одним полюсом, а Соединенные Штаты станут другим полюсом. Или, возможно, Индию заморозят, что тоже может быть. Все может быть и может свершиться очень быстро, потому что оружие, оно мгновенное замораживает мгновенно. И если это оружие подольше подержать над данным регионом, ну это будут Соединенные Штаты, к примеру, я говорю, то Соединенные Штаты покроются льдом. А потом можно льдом покрыть и любую другую запланированную область. И это не значит, что они будут на противоположных друг от друга концах света. Это географию нам всегда, всегда подрисовывали, меняли. И зачем география, когда извозчики есть? Потому что сами географию мы не можем знать. Мы ее изучали. А что толку, друзья? Сейчас та география, которую вы изучали в школах, соответствует тому, что вы изучали? Насколько я знаю, не соответствует. Так что, сэ ля ви, географию меняют наши с вами небожители. Они диктуют нам свои полюса и свои условия для проживания. Мал человек не может ничего. Ну, хотя бы знать и то важно, друзья. Знать, где не нужно проживать в ближайшее время и где будут морозы. Все, что вам об этом рассказывали до этого, это была ложь на самом деле. Итак, друзья, послушайте мой ролик, который я рассказала вам в 2018 году. Я Таня Карацуба Сиитбургхан. И вы не поверили. А вот теперь это все происходит. И как быстро-то, всего-то два с половиной года прошло. Я Таня Карацуба Сиитбургхан. Сиитбургхан. 13 декабря 2018 года. Вы помните, друзья, очень много фильмов о том, как земля переохлаждается, как идет мороз по всей земле. И нам рассказывают, что это предсказание. Но я вообще в предсказание не верю. Потому что предсказание – это программы действия, которые заложены в жизнь людей на земле. И цивилизация сама по себе существует 258 лет. Это срок нашей цивилизации. И сегодняшняя цивилизация – это как, знаете, как день прошел, наступила ночь. Так и сегодняшняя цивилизация – 258 лет ей отмерена. Об этом я еще писала в 2008 году в журнале «Президент парламент правительства». Потом эту дату у меня стащили. Люди подумали, они и сами умные, без ссылки на Таню Карацубу Сиитбургхан. Однако же я еще делала доклад в Академии Небополитиков, где я и рассказала об этой самой цифре в 258 лет. Это цифра нашей цивилизации. То есть количество лет, которое будет отпущено нашей цивилизацией. Почему? Это другой вопрос. Это я буду обсуждать на другом своем сайте, который называется «Флейта Суфия». Итак, ученые собираются провести эксперимент по охлаждению Земли. Но вот им мало экспериментов с нашей с вами Землей. Теперь они собираются еще и охлаждать Землю. Наверное, они себе построили города в космосе над нами, над куполом. Они нашу Землю заморозят. Заморозят для чего? Да для того, чтобы выморозить все человечество на Земле. Пусть оно уйдет, развалится. Пусть это такой мороз, что человек развалится на мелкие частички. Мороз будет настолько сильным, что все треснет. И все люди, они превратятся в порошок. Это очистительная клизма для нашей с вами Земли. А вот те, кто это задумывают, те, кто это делает, они останутся жить. Потому что они там себе в космосе. А это не в космосе, это высоко просто над нами. Они построили себе космические города. И в этих городах они собираются выжить. Это и есть те самые Ноевы ковчеги. Нет, Ноев ковчег никогда не плавал по Земле. Ноев ковчег – это то, что выжило там, в космосе. А на Земле Ноева ковчега не бывает. Земля вся подвержена одним вибрациям. Если это холод, это будет холод. Если это волна, это будет волна, которая смоет все подряд. Так вот, сначала сделают волну, потом холод. Ну, вы представляете, как красиво избавиться от человечества. Что нам с вами горевать? Мы с вами ничего не можем сделать. Мы как наблюдатели или как те самые мышки под экспериментом каких-то гениев в нашем пространстве, которые пришли сюда воплощать в жизнь свои гениальные идеи. Эксперимент над человечеством. Итак, разговоры о подобном исследовании начали ходить в СМИ. Еще в прошлом месяце группа ученых из Гарвардского и Ельского университетов предложила обмануть Солнце оригинальным, но пока еще не доказанным способом по борьбе с изменением климата. Но, как оказалось, речь шла лишь о том, чтобы проверить осуществима ли солнечная геоинженерия с технической и экономической точек зрения в принципе. Как стало известно, идею подхватила другая группа гарвардских ученых, которая решила все же проверить в ходе эксперимента, который позволит определить влияние солнечной системы на геоинженерию над нашей головой. Их эксперимент стоимостью в 3 миллиона долларов может начаться уже в следующем году, сообщает портал. Но мы уже в этом году на себе испытали земля, то захлебывается в песках водой, то она вдруг начинает трещать по швам, наша с вами земля. Это эксперимент, это идет эксперимент. А вот сейчас после воды, после того, как Венеция и Саудовская Аравия захлебнулись водой, то после этого пустят морозы, возможно, как раз по пустыням Каракума пустят тот самый мороз. Но и Венецию, конечно, захотят обдать немножко холодом, чтобы снежная королева прогулялась по венецианским улицам, как маскарад для нее будет в маске снежной королевы, так и ученые Гарварда и Еля. Это особые, это особые университеты. И они пойдут до конца, они выполняют чей-то приказ. Проект называется стратосферным контролируемым экспериментом по пертурбации и должен стать частью программы Гарвардского университета по изучению солнечной геоинженерии. В то время как большинство исследований, посвященных воздействию распыленных химических веществ в атмосфере для охлаждения планеты, основанных на компьютерном моделировании, эксперимент предлагается провести в реальных условиях стратосферы Земли. Реальные условия. То есть они готовы сегодня заморозить Земли, где живут люди. Ведь везде живут люди, везде живут животные, рыбы, птицы. А вы знаете, что человек за 20 век и за начало 21 уничтожил 60% всего живого на Земле. 60% животных было уничтожено человеком. Настолько гадок человек оказался. Так что, возможно, как раз и нужно, чтобы Землю очистить от таких людей, которые просто сходят с ума от того, что они живут в раю на нашем Земле. Рай на Земле им противопоказан. И они решили из рая сделать ад. И не только для себя, но и для животного мира. Для флоры, фауны, для всего, что окружает человека. Вот настолько гадок человек на нашей Земле. В ходе эксперимента на высоту около 20 километров над поверхностной Земли планируется запустить воздушный шар, с помощью которого будет нарушен небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Как только вещество попадет в атмосферу, его частицы рассеются в воздушном пространстве протяженностью около 1 километра и диаметром около 100 метров. Затем в течение 24 часов воздушный шар будет летать по этому полю рассеянных частиц, анализируя их поведение, а также наблюдать за происходящим в небе процессами. Но это только для нас с вами такие сказки, что будут какие-то шарики летать. Все люди, которые сегодня достигли очень большого властного пьедестала, они уже живут в других городах над нами с вами. А те, которых мы наблюдаем, в каких-то костюмчиках Путина, каких-то чиновников, типа Чубайса, Меркель, Трампа, это все чиновники, которые не интересуют высший состав, руководство нашей Землей. Они остаются исполнять свой долг до конца. Так им велено и так они будут выполнять, поскольку сами они тоже тряпочные куклы, марионетки в руках высших. Исследователи хотят выяснить, могут ли частицы в атмосфере, отражающие солнечные лучи, повлиять на охлаждение поверхности планеты в ходе эксперимента, планируясь частично воссоздать последствия извержения горы Пинатуба в 1991 году, которое привело к снижению температуры окружающего воздуха на 0,5 градусов Цельсия. Вместе с тем, солнечная геоинженерия имеет и свои недостатки, согласно выводам некоторых более ранних исследований, распыление в атмосферу большого объема частиц, отражающих солнечный свет, может привести к серьезным последствиям, например, негативно повлиять на урожайность, погодные условия и озоновый слой. К слову, последний фактор объясняет то, почему команда исследователей эксперимента планирует использовать карбонат кальция. В предыдущие исследования показали, что данное соединение безопаснее всего для стратосферы. Ну и как они утверждают, этот эксперимент будет мелкомасштабным. Не на всей Земле, а только частично. А что там заморозятся люди, животные и растения? Да это плевать. Земли-то много у них. А людей и животные их не интересуют. Они ученые, они продолжают делать над вами, над нами, над всеми нами эксперименты. Мы же на Земле, как подопытные мыши, каких-то чокнутых, сумасшедших ученых, которые что-то все пытаются доказать самим себе или работают на прямое уничтожение человечества. И это может быть. Так что они сегодня хотят нам показать, что Солнце можно погасить. И это тоже будет входить в их планы. Потому что там, под куполом, они уже имеют свое собственное освещение. Они живут в собственных городах. И нас с вами они не касаются. А звездочки в небе, неужели вы верите в то, что мы летим на своем круглом земном шаре куда-то в космос. Но мы летим, летим, летим. Вы не находите, что мы слишком долго летим, а небо над нами не меняется никогда. Оно все время такое, какое оно было. Оно, конечно, немножко меняется, потому что города одни поглощают, другие. Там тоже идет своя война. Фантастика, книжки. И еще раз книжки читайте. Друзья, больше читайте. Потому что в этих самых фантастических книгах написано так много. Когда-то я встречалась с фантастом Казанцевым, Александром Казанцевым. И он мне рассказывал кое-что и хотел еще больше рассказать. Но, к сожалению, я тогда уехала и не смогла с ним встретиться еще раз. Но он знал очень много того, чего он не написал в своих книгах. Было еще Остров и другие его произведения. Так что фантасты – это люди, которые просто знали, которым доверили знания нашей спецслужбы, конечно, наши органы силовой власти. Я Таня Карацуба, Сиид Бурхан. Помогайте каналу. Я вам даю такие шикарные новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok